Этот электрический самолёт только что совершил первый в мире публичный полёт на жидком водороде. «Он очень тихий, без вибраций. Можно понять, что он эффективен, просто его послушав». Полёты на водороде – сфера с большой конкуренцией. Ведь авиация в целом к 2050 году стремится достичь нулевых выбросов. В 2021 году на долю мировой авиационной промышленности пришлось более 2% глобальных выбросов СО2. По мнению немецкого разработчика H2Fly, этот полёт доказал, что будущее за авиацией на водороде. Жидкий водород можно производить с помощью солнечной и ветровой энергии. Он также увеличивает дальность полёта. Так, на газообразном водороде можно пролететь 725 километров, а на жидком – более полутора тысяч. Этого достаточно, чтобы добраться по воздуху из Парижа в Лиссабон. «Это показывает нам, что можно не просто летать на водороде, что мы доказывали сотни раз за последние пару лет, но и что летать можно на большие расстояния. Высокая плотность жидкого водорода даёт нам возможность летать без выбросов и на большие расстояния». Впрочем, переход на водородные двигатели сопряжён с проблемами для авиакомпаний. Им придётся перепроектировать самолёты для больших и тяжёлых баков, а также менять инфраструктуру в аэропортах. Эксперты считают, что переход займёт от 10 до 20 лет. Тем не менее, H2Fly продвигается вперёд. В следующем году компания планирует построить сорокаместный самолёт, способный пролетать более 1400 километров. Также она хочет возвести центр водородной авиации в немецком аэропорту Штутгарта.